Привет, друзья! С вами Виктория. Я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня готовлю куриные котлеты. Куриные котлеты в духовке получаются очень сочные, вкусные, ароматные, с приятной хрустящей корочкой. Приготовить их совсем просто. Как всегда, полное количество ингредиентов вы найдете в описании под видео. Но давайте же скорее готовить. Куриный фарш я подготовила заранее. 450 грамм. Можно использовать любое куриное мясо. Пропустить его через мясорубку или в кухонном комбайне. Фарш я сразу солю и добавляю специи. У меня это куркума, паприка и смесь специй, которые мы покупали на отдыхе в Тунисе. Мы их очень любим. Добавляю 2 зубчика чеснока. Все хорошо перемешиваю и убираю в холодильник минимум на 15-20 минут. Пусть наш фарш хорошо промаринуется. 3 кусочка белого хлеба, это примерно 120 грамм, нарезаю на небольшие кусочки. Если у вас хлеб с корочкой, то корочку нужно предварительно удалить. Перекладываю хлеб в тарелку. Заливаю 170 миллилитрами молока. И дам хлебу немного постоять, чтобы он хорошо размяк. И пока займусь подготовкой других ингредиентов. Очищаю одну большую луковицу. Помещаю лук в блендер и буду перемалывать его на блендере. Вы же можете это сделать любым удобным для вас способом. Замешаем фарш. Фарш я достала из холодильника, он у меня промариновался. Добавляю в него лук. И вот таким образом руками превращаю хлеб в кашицу. Немного отжимаю и перекладываю хлебную массу в фарш. Добавляю 1 столовую ложку сметаны. Все тщательно перемешиваю. Мне это удобно делать руками. Можно воспользоваться перчатками и сделать это в перчатках. И затем фарш еще подсолю. И добавлю специи. Специи добавляйте те, которые вы любите. У меня это паприка, куркума. И хорошо вымешиваю. Это очень важный момент в приготовлении этих котлет. Фарш нужно очень хорошо вымешать. И затем вот так хотя бы раз 10 отбить. Нагреваю сковороду. Наливаю на нее растительное масло. Я подготовила панировочные сухари. Воду для того, чтобы смачивать руки в воде. И начинаю формировать котлеты. Беру примерно 2 столовые ложки мяса, куриного фарша. Формирую котлетку. Выкладываю ее в панировочные сухари. И еще немного формирую. И выкладываю на горячую сковороду. И то же самое продолжаю. Формирую котлетку. Выкладываю ее и обваливаю в панировочных сухарях с двух сторон. И выкладываю на сковороду. А пока я формирую котлетки, не забудьте подписаться на мой канал. Смотрите другие рецепты с курицей и мясом на моем канале. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео. Все котлеты я сформировала. Выложила в хорошо разогретую сковороду. И буду обжаривать котлеты с каждой стороны по 3 минуты. Когда котлетка подрумянилась с одной стороны, переворачиваю ее на другую сторону. Доготавливаться котлеты у меня будут в духовке. Поэтому нужно поставить уже разогреваться духовку на 180 градусов. Смазать жаропрочную форму. Выложить котлеты в форму. И поставить в духовку еще на 20 минут. Если же вы не хотите заморачиваться с духовкой, то продолжайте обжаривать котлеты под закрытой крышкой на минимальном огне в течение 5-6 минут. Куриные котлеты получаются очень вкусные, сочные, нежные, ароматные, с красивой хрустящей корочкой. Очень рекомендую вам попробовать приготовить такие котлеты. Надеюсь, рецепт и видео вам понравились. Ставьте лайки, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Напишите мне, как вы готовите куриные котлеты. А я всем желаю приятного аппетита. Заходите на мой канал почаще. Не забудьте подписаться. Всем желаю прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok